Спортивная травма Все знают, что у нас есть суставы, у нас есть околосуставные ткани, и они травмируются наиболее часто, потому что участвуют в самом акте движения. Мы рекомендуем перед тем, как начинать какие-то физические упражнения, либо же специфичные нагрузки, подготовиться к ним. Если есть какие-то хронические заболевания, хронические травмы, то их нужно оградить от дополнительных воздействий и применять какие-либо методы фиксации. То есть это либо наружные ортезы, либо же это бандажи, либо же это то же самое тейпирование, которое будет в данном случае функциональным. Первая помощь Нужно обязательно убрать травмирующий агент, то есть не выполнять нагрузку на поврежденную конечность, нужно охладить эту конечность. Самый простейший способ это положить лед, но не ложить лед на открытую поверхность кожи, либо же на открытую травму, обязательно нужно закрыть. Я сомневаюсь, что каждый из нас носит с собой стерильные какие-то повязки, индивидуальные перевязочные пакеты, поэтому хотя бы чистой какой-то тканью надо накрыть вместо повреждений и сверху уже положить холодовой агент, который будет охлаждать и тем самым уменьшать отек и болевой синдром в месте повреждения. Опять же, поврежденную конечность нужно иммобилизировать в любом случае для того, чтобы если там есть перелом, не произошло смещение отломков. И бывают переломы и переломовывихи, то есть комбинированные травмы, в которых смещение отломков будет опасно для нашего пострадавшего, может повредить какой-то магистральный сосуд, либо же нерв, проходящий рядом, что усугубит его состояние. Поэтому мы и говорим о том, что если мы не знаем, что, относимся как к перелому, иммобилизируем и стараемся отправить на госпитальный этап нашего пострадавшего. Ни в коем случае не пытаемся сами вправлять, что-то вставлять. Конечность нужно иммобилизировать в том положении, в котором нашему пострадавшему это будет удобно и для транспортировки, и для его субъективных ощущений. Одним из интересных методов функционального воздействия на организм у спортсменов является кинезиотейпирование. Кинезиотейпирование. Кинезиологическое тейпирование – это простой и эффективный метод лечения растяжения связок, мышечных болей и других травм, а также гематомы отеков с помощью специальной клейкой ленты – тейпа. Функция кинезиотейпирования в данном случае может являться как лимфодренаж, так и улучшение спортивных результатов, изолирующие, либо же наоборот подкрепляющие действия. Способ кинезиотейпирования будет давать улучшение спортивных результатов за счет воздействия на проприоцептивную чувствительность. И при реабилитационных моментах, при методах коррекции осанки именно проприоцептивная чувствительность будет иметь наиболее важную роль при использовании тейпа. Тейп. Спортивный тейп. Клейкая лента из ткани, напоминающая лейкопластырь, используемая для фиксации или поддержки суставов. Процедуру наложения тейпа называют тейпингом или тейпированием. Повязка из тейпа представляет собой высокоэффективный, очень точный индивидуальный бандаж или фиксатор. Тейпы призваны обеспечивать адекватную работу мышц, протекание саногенетических процессов, уменьшение болевого эффекта, при этом не ограничивая движение, улучшая крово- и лимфоток, обладая гипоаллергенными свойствами и полной воздухо- и влагопроницаемостью. Могут использоваться на протяжении пяти дней, 24 часа в сутки, даже в воде. Наложив кинезиотейп по какому-то стандарту, мы можем не получить ответа от конкретного организма, поэтому все сугубо индивидуально. Надо четко понимать, какой биомеханизм травмы, либо же мы пытаемся работать с улучшением каких-то функций, либо мы пытаемся восстановить. То есть здесь все будет сугубо индивидуально, и этот метод выбора должен быть, опять же, за специалистом. Оставайтесь всегда внимательными к своему собственному здоровью и старайтесь не получать травмы, потому что массу травм наших пострадавших получают конкретно из-за того, что сами по собственному недосмотру, либо же по неподготовленностям, либо же по недостаточной оценке ситуации начинают выполнять какие-то упражнения, которые наносят им травмы. Не старайтесь сами что-то лечить, для этого есть доктора. Продолжение следует...